Путин не мог создавать тех проблем, которые создавал. На ваш взгляд, вы какие проблемы создавали и как вы относитесь к желанию вас подавить? Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире. В целом, по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, он давно в политике. И, конечно, человек опытный, знает, какие задачи он должен перед собой ставить, как их добиваться. Вот этот опыт, о котором я сказал, всё-таки у нас в России есть известная поговорочка – «Век живи, век учись». И это касается не только президента Байдена, а политических элит Соединённых Штатов в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление всё время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведёт к проблемам. Я думаю, что дело же не во мне лично. Они, конечно, с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это. Протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в другом. Заключается в том, чтобы учитывать их интересы. И главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и поиск, умение искать компромиссы. Ну, если интерес, во всяком случае, интерес к России есть, это уже неплохо. Но само по себе стремление, я повторю эту мысль, кого это подавляет? ...политики, но и лидеры, которые раньше работали, раньше с вами сотрудничали. Субтитры создавал DimaTorzok